Дворняшка Маруся ранним гостям не рада, собственно, как и ее хозяйка. Да и судебные приставы, в общем-то, не в восторге от того, что в 6 утра вынуждены идти в рейд по неплательщикам за услуги ЖКХ. Хозяйка Маруси должна коммунальщикам 29 тысяч рублей, 21 тысячу из них за воду. А машина где у вас сейчас? Задик 7, числится 2 машины. Две машины? Да. Одну машину продали, вторую тоже продали. А почему они до сих пор на нем числятся? Документы там, что они переформляют. Ну, в случае, если, значит, они сейчас не переформляют собственники, я объявляю машину в розыск, учат погашения задолженности. Машин нет, зато есть имущество. Его приставы и фиксируют в акте описи ареста. На глаз определяют стоимость. У женщины 10 дней на то, чтобы прийти в службу и выкупить свою же технику. Иначе приставы вернутся снова. Вещички заберут и пустят с молотка в счет погашения. Неплательщица обещает в ближайшее время явиться в службу. Чтобы был дополнительный стимул, женщине вручают повестку. В противном случае, если вы за повестку не приходите, на вас будет составлен протокол. Смотрите на ответственности. Где штраф 1000 рублей. И так я буду, могу каждый день вас сходить штрафовать. В службе приставов на весь регион 10 тысяч исполнительных производств только по ЖКХ. С начала года сотрудники взыскали 58 миллионов рублей. У вас имеется задолженность. Я знаю, девушка. Ну, а почему вы не оплачиваете? Потому что я сейчас пока без работы. На каждого пристава по паре тысяч исполнительных производств всех категорий. Суммы от 500 рублей до сотен тысяч. За многими должниками приходится буквально гоняться. Звонить, приходить, требовать. Неплательщиков в этой квартире дома не оказалось. Приставы выразили надежду, что они ушли трудиться. Зарабатывать 220 тысяч на погашение долга за коммуналку. Граждане попадаются разные. У кого сумма задолженности, если это более взрослый возраст, они более ответственно к этому относятся. Они стараются сразу погасить. Некоторые приходят и агрессивно настроенные. То есть стараемся как-то этот конфликт уладить, не доводить. Существует, конечно, и крайняя мера. За долги квартиру могут отобрать. Но при множестве условий. Например, если жилье в муниципальной собственности. А еще, если у владельца есть другая жилплощадь. Случаи выселения в практике приставов бывали, но их можно по пальцам пересчитать. Богатые тоже не платят. Судя по этой квартире, здесь не бедствуют. На голове семьи числятся 5 тысяч рублей долга за коммуналку и штрафов ГИБДД на 50 тысяч. Судебный пристав описывает домашний кинотеатр, ноутбук. Выбрать есть из чего. Данное имущество вы можете сами у себя выкупить, то есть реализовать. Напишите мне заявление и оно пойдет в счет погашения задолженности. Приставы рассказывают, в практике бывают разные случаи. Есть людям, которым платить откровенно нечем. А есть и те, кто раскошеливаться не спешит. Из принципиальных соображений. После осуществления выхода по адресу или, например, мы узнаем, что у них есть автомобиль, квартира, например, когда судебный пристав выносит постановление о запрете регистрационных действий, то после этого начинаются звонки, приходы и оплата соответствия. За время рейда приставы обошли больше 10 адресов. Всем вручили приглашение явиться в службу. 29 сентября ФССП по Ивановской области – единый день приема граждан. Сотрудники с раскаянием и желательно с деньгами ждут всех должников – алименщиков, коммунальщиков, экстремальных ездоков и безответственных заемщиков. Предварительная запись не требуется. Двери будут открыты до восьми вечера.